Сергей Рогович владелец единственной на весь октябрьской автомойки. 13 лет мужчина работал на белорусских и российских стройках, а потом решил, хватит мотаться по чужим городам. Нужно осесть и вложить силы и средства в собственное дело. Несколько друзей Сергея тоже открыли свои автомойки. Было у кого перенять опыт. Мужчина все досконально изучил, от необходимой для открытия бизнеса документации до технических моментов. Написал бизнес-план, арендовал у райпу помещение и в конце февраля приступил к работе. Ресурсы, собственные средства, помощь родственников и небольшой кредит. Сергей нанял помощника и автомойка стала обслуживать клиентов каждый день. Потом понял, что есть практически пустые по выручке дни и укоротил рабочую неделю до 4 дней. Теперь здесь можно помыть машину с четверга по воскресенье. Как и любой бизнесмен, Сергей в постоянном поиске дополнительных услуг и дохода. Прекрасно себе отдавал отчет, что могут ехать, могут не ехать. У меня такая сфера еще, что я от погоды очень завишу. Если идут дожди, я ничего не делаю. Я людям предоставляю сейчас такую услугу, как мойка ковров. Люди в квартирах живут, у кого-то не получается. У нас мойка ковров тоже есть, организация, которая этим занимается. Я расширяю свой спектр услуг населению. За 10 километров от Октябрьского в деревне Шкава живет Раиса Ходос. В конце прошлого года тоже стала индивидуальным предпринимателем. Ее муж несколько лет назад погиб. Сын в армии. Дочка учится в лицее в Октябрьском. Женщина за свою жизнь поменяла несколько сфер деятельности. Много лет, например, работала на ферме. А совсем недавно решила воплотить мечту – развести овец. Причем у Раисы уже и до них была собственная внушительная ферма. На подворье корова, породистые свиньи, кролики, утки, куры и шесть котов. Женщина стала на биржу труда и смогла получить субсидию на овцеводство. За 3400 рублей, выделенных государством, купила 14 овец, романовской породы и корм. Теперь в Атаре 23 головы. Уже и окот был. За взрослыми животными бегут маленькие ягнята. Из понятного в развитии бизнеса – продажа мяса. Из пока сложных направлений – сбыт шерсти и шкур. Нужно искать рынки сбыта. Реализация мяса. У меня сверху ребята живут в Узбеке, работают на пелораме. Они покупают. Уже сколько раз приходили. Но еще пока мне жалко. Маленькие где-то. Жалко. Хочу немножко развесить, где-то что-то продать. Единственное, что тяжело в плане того, что шерсть некуда сбывать, волну эту. И саму шкуру. Раньше, если много было этих кожевельных, то сейчас все это прикрыли. Кстати, частный бизнес – это серьезная часть экономики района. Всего здесь зарегистрировано около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За несколько месяцев этого года на территории Октябрьского появились четыре новых частных предприятия в промышленной сфере. А это дополнительные рабочие места для жителей. Рассматриваем вопросы по созданию новых предприятий не только в сфере промышленности, леса, но и в сфере сельского хозяйства. Обращаются люди, которые хотят заниматься на земле, хотят развивать какие-то новые направления. От овцеводства до развития мясного скота. Я думаю, мы пойдем навстречу, будем выделять им землю, чтобы эти люди могли нормально на своей земле достойно работать и зарабатывать. Вот это основные направления, которые мы видим для развития района. Еще раз повторюсь, это, конечно, малый и средний бизнес, которому максимально открыты мы, как органы власти, для того, чтобы создать им условия, чтобы они спокойно работали и развивались на территории нашего района. С начала года средняя зарплата по району увеличилась на 15%. А значит, и благосостояние населения, уверена, руководство Октябрьского будет расти. Марина Джалы, Анна Корольчук, Евгений Макенко. Новости недели.